И к другим темам. Почти 40 самовольных строек выявили в Ленинском районе Новосибирска. И это не только частные дома, но и здания складов и магазинов. Два таких объекта по решению суда уже снесли, еще один в процессе. На подходе еще несколько исков. Дмитрий Белькевич обо всем подробнее. Несоответствие градостроительной документации, требованием стандартов и небезопасность проектов. Это и толкает власти города через суд добиваться сноса самостроя. Суды не всегда стоят на сторону чиновников. Но в случае строения, что у меня за спиной, решение как раз в пользу власти. Здесь должны были возвести нестационарный торговый объект. Например, киоск наподобие тех, в которых продают мороженое. Однако арендаторы возвели здесь капитальное строение и теперь его сносят. Находится он на улице Блюхера. Сотрудники демонтажной организации жалуются. Рядом провода, парковка. Это мешает. Кроме того, на крыше усилена арматура. Быстро справиться не получится. За сложность наверняка и счет выставят немаленький. Сейчас расходы несут приставы, а они уже взыщут деньги собственника здания. По такой схеме в Ленинском районе уже снесли два самостроя. И еще около 30 на подходе. В основном самострои это не стациональные объекты, а также объекты, которые находятся в секторе индивидуальной жилой застройки. Происходят постоянные объезды территорий специалистами администрации района. Это отдел земельных и имущественных отношений, отдел архитуры и строительства. Также поступают у нас обращения граждан. Новосибирцы жалуются на шум скопления машин особенно, когда такие объекты строят в частном секторе. Один из них на улице Болотной. В непосредственной близости к жилым домам там возведен бетонный завод. Для детей, для внуков собрала ягодку. Ну, в этом году ягода неплохая. Поэтому, ну вот, если бы еще не завод не пылил, она была бы почище. А то вот грязная ягодка. Все в пыли, все в цементе. Земля, он белая, прямо от цемента. Очень тяжело с такими соседями жить. И в грузовую вот эти тяжелые машины ходят вот эти вот, аж дом аж трясется. Поэтому тоже некомфортно. Сейчас юристы Ленинской администрации готовят иск к собственнику. И вполне вероятно, что производство придется остановить, а сам завод снести. Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов, Сергей Жданов. Новости ОТС.